8,5 миллионов человек в России страдают сердечной недостаточностью. Большинство из них мужчины и большинству в среднем всего 55 лет. Такие данные были приведены сегодня на открывшемся в Москве международном конгрессе. Ведущие терапевты, кардиологи, кардиохирурги обсуждают последние достижения фундаментальной науки и высоких медицинских технологий в лечении больных сердец. Об успехах и проблемах кардиомедицины узнал Илья Филиппов. Эти два красных сердца вручают за то, что люди просто рассказывали о сердечной недостаточности, объясняли, что это такое, как этому противостоять, и главное, как это состояние выявить на ранней стадии. Но по сути эти призы за борьбу со страшным числом – миллион двести человек. Это ежегодная смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. И пусть положительные показатели работы кардиологов растут, так ведь и пациент молодеет, и больных становится все больше. Большинство пациентов, которые умирают от заболеваний сердца и сосудов, умирают именно от сердечной недостаточности. То есть от состояния, когда сердце просто не справляется со своей функцией, как насос. И при этом технически этот миллион можно спасти? Ну, вы знаете, конечно, мы не Господь Бог, и всех спасти нельзя, но, как подскажут исследования, снизить смертность процентов на 30-35 реально. Поэтому академик Беленков и собрал в одном обществе около двух тысяч кардиологов, кардиохирургов, терапевтов, в обществе специалистов по сердечной недостаточности. Сегодняшний конгресс так и называется. То есть в названии заключен диагноз людей, которым не так давно врачи давали прогнозы страшнее, чем онкологическим больным. Полтора года жизни. Причем, как правило, проведенных на больничной койке. А к этому состоянию приводят любое заболевание кардиологического профиля. Миокардит, ишемическая болезнь, аритмия, гипертония. В общем, то, чем, как правило, болеют пожилые люди. Современная медицина позволяет увеличить срок до 6-7 лет. Причем, с совершенно другим качеством жизни. То есть люди двигаются, работают, путешествуют. Врачи уверены, что с каждым годом продолжительность жизни человека с сердечной недостаточностью будет увеличиваться. К примеру, этот агрегат изначально рассчитан на 10 лет работы, хотя создавался как временный механизм для ожидания больным донорского сердца для пересадки. Плохо, но я покажу на себе. Вот это вот вживляется к верхушку сердца, а вот это к аорту. И вот это обходом все перекачивается. То есть это помогает сердцу сокращаться. Это то, что в свое время предложил Майкл Дебейке. То есть постоянный поток крови. Там турбина, которая вращается практически без трения. То есть она не разрушает кровь. Такие искусственные левые желудочки становятся все меньше и меньше. Они позволяют человеку двигаться почти без помех. Снаружи лишь батарейка и контроллер. А сама турбина круглосуточно качает кровь, то есть помогает живому сердцу. И дает ему, по сути, отдохнуть. Другие направления – это кардиостимуляторы, новейшая фармакология. Но больше всего надежд врачи возлагают на генно-клеточную терапию. Это когда для восстановления сердца вкалывают стволовые клетки. Но и этот метод борьбы с сердечной недостаточностью достаточно дорог. Впрочем, Конгресс – не медицинская выставка. Здесь и должны врачи обсуждать, как такие технологии применить к большему количеству больных. Илья Филиппов, Игорь Кузнецов, Вести.